Продолжение следует... Можно выяснить местонахождение Виндлапса. Для этого нам нужно делать следующее. Я не знал, как это делать в конце предыдущей серии, но сейчас мне подсказали. Так, для начала нужно нажать вот сюда. Значит, Вулс при этой страны старое название Виндлапса. Виндлапс небольшой город. Интересно, где отметка для внутренней части города? Вот так вот. Казалось бы, довольно просто, но тем не менее, не допер. После этого еще более веселые качели. Теперь мы берем вот так вот его мысль, отмеченное место в Вулску, и помещаем сюда. А тут нам нужно найти могилы. Поместить сюда. Скомбинировать это. И тогда у нас получается, я знаю неподалеку от Виндлапса, старое выгоревшее кладбище. Может быть, эти могилы там. Надо наведаться на это кладбище. Такие дела. Вот до этого я представляю, сколько бы я сам доходил. Спасибо вам за подсказки. Временами они очень к месту. Другое дело, что не надо путать их со спойлерами и говорить мне, кто да что, да чем все закончится. Вот. И да, у нас появилось новое место. Филин. Такой странноватый. Огромное древнее кладбище находится в нескольких милях от города Виндлапс. В этом месте наблюдаются странные явления. Местные жители говорят о том, что на кладбище слышны приглушенные крики, а в темноте перемещаются причудливые силуэты. Значит, это место кладбища. Значит, да. Что-то такой ностальгии по шороху пробило. Очень похоже. Пойдемте прямо. Так, а это что? Скреп какой-то? Или здание? Ого. Красиво. Именно Англия такая, да? У нас так не принято. И потолок обшивать этим. Стены. Но красиво. Но не по-нашему. Все не как у людей, как говорится. Я помню, что здесь был кто-то похоронен. Это было в той записке. Записки из потайной комнаты в домике. Как же его звали? Поэр. Сэмюэль Уильям Поэр. Надо посмотреть записи в журнале на букву П. Возможно, я смогу узнать, где его могила. Так, а где тут букву П? Хм. Фамилии Поэр здесь нет. Он точно похоронен на этом кладбище? Регистратора – это значит на кладбище. Вроде как ничего. Пойдемте дальше. Красивые места. Блин, вот в отличие от Шороха, я могу сказать, что эта игра, она красивая. Но при этом Шорох мне понравился больше именно своей атмосферой. Но здесь все, конечно, совсем по-другому. Я не могу сказать, что хуже. Просто совершенно по-другому воспринимается. Это больше все-таки мистика, чем хоррор. А там временами действительно было очень страшно. Здесь очень редкой игре получается тебя испугать. Так. Угу. Это что такое? Меня зовут Роберт Харт. Я смотритель этого кладбища. Я пишу эти заметки как доказательство странных и необъяснимых событий, что начались здесь недавно. Тишина, царившая раньше на этом древнем некрополе, удаленном от любого жилья, канула в лету. Теперь здесь можно услышать вой, виск и крики, доносящиеся из клепов. В последнее время мне постоянно кажется, что во время моей ночной смены за мной кто-то наблюдает. Я устал предупреждать посетителей, когда рассказываешь им, что здесь творится, они шепчутся друг с другом, а потом грубят и говорят, чтобы я не лез в их дела. Пошли они к черту. Если бы мне столько не платили, давно бы ушел отсюда. Но есть тут люди, которым я не позволю оставаться даже за деньги. Выглядят они отвратительно, да и ведут себя так же. У каждого на пальце кольцо с изображением... У каждого на пальце кольцо с изображением змеи, обвивающей яркий черный камень и кусающей себя за хвост. Черное кольцо с изображением змеи. Тихо. Должно быть символ какого-то культа. Я видел трупы, которые лучше выглядели, чем эти люди. Некоторые посетители говорят, что они потомки ведьмы, поэтому и приходят к склепу своему предка. Почтить ее память, проводимыми в определенное время ритуалами. Я не верю во всю эту чушь, хотя я уже не знаю, что сказать после того, что я услышал за дверьми этого заплесневелого склепа. Записи об этом и других подобных склепах я отделил от других и спрятал в тайнике под лестницей. Хорошо. Вот и вторая зацепочка. Я уже чувствую, что это она. Чувствую. Шо. Похоже, в этом здании есть потайная комната. Под лестницей. Ладно. Так. А пару лет назад я видел в одной из пещер, которые открылись на кладбище после землетрясения, другое необъяснимое явление. Была полночь. Из любопытства я зашел в пещеру, поскольку она была легкодоступна, и пошел вперед. Но вдруг я оказался в темном бетонном коридоре, в котором стояло множество статуй существ со змеиными головами. В ужасе я повернул назад и побежал к выходу так быстро, как только мог. Через несколько дней прибыла инспекция. И насколько здесь все... и наскоро здесь все осмотрев, объявила, что кладбище находится над системой пещер. Поэтому больше здесь хоронить никого нельзя. Но с тех пор в восточной части тайно закопали еще четверых. Так. Это может быть зацепка. Хотя сомневаюсь. Ничего, да. Я думаю, что под кладбищем находятся какие-либо сооружения. Эти люди, или бог их знает, кто они такие, настаивают на том, чтобы их хоронили здесь. С каждым днем это место вызывает у меня все больший страх. Я больше не чувствую себя в безопасности. Думаю выйти из дела. Если бы мне не нужны были деньги, я бы это уже сделал. Так, третья зацепка. Так, ну ладно. Что-то не могу я найти третью зацепку. Замучился уже, минут пять тут провозился. Давайте посмотрим, что за тайник. Так. Тут больше ничего нет? Вроде бы нет, да? Где же у нас тайник под этой лестницей? Ну, кроме вот этого, собственно говоря. Вот и он. Вот. Должна быть, это потайная комната, которая упоминалась в записи к смотрителям. Не открывается. Мне нужен какой-нибудь подручный инструмент. Которых у меня, к сожалению, с собой нет. Давайте сходим наверх по лесенке, что ли. Посмотрим. Подожди, это что такое? Книжка закрыта. Ничего. Бюст Ленина. Жутковато, надо сказать. Ерундовина. Шаг вперед. Так, а это что? Ничего. Бесполезная тоже. Штуковина. Так, двигаем вперед. Ладно, посмотрим, что у нас тут есть. О, что-то тут как-то... Все не очень хорошо. Это у нас... Что у нас тут вообще было? Развалины какие-то, руины. Так, а это что такое там лежит? Отвертка, что ли? Кинжал. Хорошо. Ржавый кинжал. Ну, я знаю, для чего он нам сейчас пригодится. Ой, я знаю. Больше на шило похож, скорее, чем на кинжал. Так, больше тут ничего, да? Похоже, это место кто-то разрушил намеренно. Да уж. Может быть, наверху была комната. Похоже на то. Так, ну, я думаю, сейчас с этим кинжалчиком мы отопрем. И, в принципе, проблема будет решена. Так, идем сюда. Я, кстати, так и не понял, для чего вот эти вот диски нужны. Вот эти вот... Нафига мы их с собой таскаем? Непонятные такие. Ну ладно, решим, я думаю, в скором времени. Так, не открывается. Вот мой подручный инструмент. Отлично. Шо? Ух ты, елки-палки. Сэмюэль Уильям Пойер. Местонахождение у склепа можно найти в старых записях. Пьер, может быть. По... Портсайт. Пикман. Это же Пикман. Так, подожди, я что-то его не вижу. Пойер. Блин, ну, я шары долглю, или как? А, вот он, он же самый нижний. Ой, блин. Вот, Вильям Пойер. Его могила в западной части кладбища. Но где она находится точно не ясно. Эта часть журнала заляпана каким-то веществом. Так, ну у нас получается... Западная часть кладбища. Это от входа налево надо было сразу идти, нет? Или как? Или нам сейчас нужно повернуть будет и куда-то вот сюда идти? Где все люди вообще на этом кладбище? Посетитель там, я не знаю. Так, ну если это у нас юг, то это запад. Где-то здесь. Да. Что это было? Склеп Вильяма Пойера должен быть здесь. Это как бы логично, да? Что он здесь должен быть. Вот только где. Что-то похоже не здесь, да? Не то, не то. Блин, мы так долго плутать можем. Как нам его определять-то? Это оно, что ли? Что это вообще за хрень такая? Да вроде неактивная. Это кто-то тут шевелится так. Так, у меня еще... Что это такое? Неужто мы пришли. Из-за этого склепа выходит ядовитый дымок. Все-таки, видимо, не сюда, да? Так, блин, ну и куда мне идти-то тогда? Так, сюда мы не идем. Там мы были. Ничего не вижу. Давайте в эту сторону пойдем. Так долго, короче говоря, бродить можно. А это что такое? Так, дать сюда свое. А, сюда мы не можем. Здесь изображение деформировалось, но оно схоже с изображением на кольце, которое упоминал смотритель. Блин. Странный деформированный символ. Он не разборчив, но похоже, что это змея, которая кусает себя за хвост. Как скажешь. Видимо, это оно. Должно быть, это и есть склеп Вильяма Пойера. И в этом месте тоже. Ну, я чувствую, мы сейчас придем, ребята. Потому что эти твари опять сидят тут. Какая-то нажимная пластина уже вижу на полу. Ага. Так вот, для чего эти диски, да? Ну, не факт. Ой, не факт. Так, какой смысл вообще? Что мне нужно с тобой делать? Ну, допустим. Короче, как-то вот так. Надо проверить дверь. Я вам честно скажу, я тут сидел минут, наверное, 20. Я не понял, что я сделал. Я вообще чисто наугад все это делал. Я просто не понимал, и подсказок никаких нет, блин. Ну, это такой кошмар, блин. Все, я встал от этой игры. Игра, блин, заканчивайся уже. Ты меня просто добила. Я так, блин, запарился. Надо было прохождение посмотреть, чем мозги парить. Хотелось самому доперить просто. Ну, вот ни одной зацепки. Как вообще понять, что тут нужно надо было делать? Я в итоге так и не понял, что тут нужно было делать. Ну, ладно, пойдемте уже. Начинается в колхозе утра. Что это вообще? Кажется, я слышу какой-то странный зов издали. Ну, ладно, не важно. Да, конечно, не важно, да. Ты в каком-то месте, ты столько уже повидал, и тебе не важно, что ты слышишь голоса. Так, что здесь? О-о-о-о. И встречу в стене струится странный дым. Думаю, за стеной пустота. Ладно. Корый. Нам не корый нужен. Кирка. Конрад. Ладно, заперто. Я слышу голос далее. Это что, вой? Ой. Ой. Ладно, пошли во вторую посмотрим. Да, и правда вой. Так, тут у нас Абд Аль Азиз. Ладно. Похоже, тоже ничего особого, да? Ага. А здесь у нас стерто. Что бы это могло значить? Замок сломан. Мне его не открыть. Я слышу голоса вдали. Это что, вой? Это вой. Замок сломан. Мне его не открыть. Ну, тут все замки сломаны. Если так посмотреть... Ну, ладно, давайте дальше двигаться. Веревка, я думаю, нам еще пригодится. Что это вообще? Я только что слышал тот же звук. Он идет из-за той двери. Ну, пойдем посмотрим. Выбора-то у нас все равно нет. О, старые знакомые. Это плохо. Здесь какой-то культ змеи. Почитать. Почитатели. Так, это что? Очередная головоломка? Я не перенесу еще одну и такой же сложную головоломку. У меня мозг просто взорвется. Так, ну ладно. Хорошо, у нас есть колодец. И у меня вообще есть ощущение, что мы уже подбираемся к развязке. Так, веревку надо прикрепить. Кто им нога может. То, что я описывал в своих записях. А, то, что мистер Филд описывал в своих записях. Так, ну давай попробуем. Нет. 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 Может, вот к этому подсвечнику. Так, давай. Так. Хорошо. Поползли. Да, хотим. Нет, не хотим. Но какой у нас выбор есть, как обычно. Ну давай уже. Что-то как-то совсем медленно он начал спускаться. Так, ну хорошо. О, узнаю это место. Вон там мы вставляли шестеренки. Это нам снилось. Это место я видел в одном из своих кошмаров. Но разве колодец, в который я упал, не находится в доме Кларка Филда? Это наяву. Я снова вижу страшный сон. Или я так и не смог проснуться? Боже, неужели я сошел с ума? Дайте управление, пожалуйста. Этот голос... Он все еще зовет меня. Ну пойдемте. Кто же нас манит, а? Оттуда сверху. Я все еще слышу голоса, что зовут меня. Я сошел с ума или что это такое? Если мне это не снится, значит, я точно сошел с ума. Как тебе сказать, Говард? Последний же, по-моему, был, да? Но если это так, то это счастье. Да жалься Господь над тем, кто в своей чертости останется в здравом уме до ужасного конца. Офигеть. Ты что-то не то говоришь, Говард. Блин, с ума сходить не нужно. Мы отсюда выберемся, у нас все будет хорошо. Не волнуйся. Все у нас получится. Так, последний. Где-то у нас вот тут вот. Его не было здесь в моем кошмаре. Символ моей семьи. Ларрельд. Фамилия. Это имя? Нет. Этого не может быть. Я не могу в это поверить. Это твой предок лежит, Говард. Я? Я не могу быть из их рода. Я не верю в это. Голос. Он зовет меня. Оттуда. Манит. Манит меня. Ведом я, что ты придешь, ибо то было предсказано. Кто? Кто ты такой? Что тебе от меня нужно? Я суть твой. Ты суть мой. Ведомо тебе то, что мне нужно, суть ты. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Я, должно быть, снова сплю. И кто мне... Что происходит? Что происходит? Что-то все кончится плохо, я так понимаю. Вы не думайте, я ничего не могу делать. Это такая катсцена. Боже, дай мне сил проснуться. Это, судя по всему, конец. Так и остался голод с ними. Или нет. Когда я сказал им, что делаю в древнем склепе, они мне не поверили. Они сказали, что здесь нет ни того места, куда я спускался по веревке, ни могилы человека по имени Лорейт. Но я же все это видел. Это ведь значит, что я безумец? Теперь я могу видеть через тьму внутри меня. День за днем она все больше окутывает меня, и я словно тону в черном вязком болоте. Я не могу точно сказать, что произошло. Единственное, чего я боюсь, потерять себя нынешнего. Со временем, быть может, я растворюсь в темной бездне безумие, что так милостиво ко мне сейчас. Или, быть может, продолжу барахтаться и корчиться в суровой реальности до самой смерти. Я принял решение. Я останусь здесь, пока не закончится затмение. Я должен это сделать. Даже если все это было лишь в моем бреду. О боже. Даруй мне безумие, если это не так. Да-да, поворот. Фу. Концовка заставила меня подумать. Вы знаете, мне кажется, что это все привиделось Говарду. Что этого всего не было. Вы видели, как его постоянно... Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Я не уверен, конечно, но мне показалось... Да, это конец. Мне показалось, что все-таки просто Говард сошел с ума. Слишком уж много галлюциногенов разнообразных было и слишком много речи про них. Ну, не знаю. Как-то все вот это вот двояко. И вот эти люди в домике Ивара. Они могли и быть. Их могло и не быть. Они могли привидеться. И вот эти склепы. Все могло привидеться. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я пару деньков отдохну и возьмусь за какой-нибудь следующий хоррор. Посмотрим, короче говоря. Некоторое время мне нужно, чтобы отдохнуть от этих квестов. Потому что последняя головоломка в этой серии меня просто уничтожила. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось это прохождение. Потому что, на мой взгляд, оно было достаточно интересным. Именно в плане сюжета. И подумать... Мне понравилось. Такое тягомотное, но при этом достаточно книжное, интересное повествование. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в следующих прохождениях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok